На выборы в собрании депутатов Министского округа выдвинулась партия добрых дел в списке кандидатов, принцесса и мировой рекордсмен в области терпения. Четвертые с начала года депутаты окружного собрания приняли изменения в бюджете региона. Львиная доля расходов будет направлена на закупку спецтехники и восстановление платежеспособности на Ринмар-Доремстроя. Субъекты малого и среднего бизнеса на селе получат льготы по оплате электроэнергии. В настоящее время льготный тариф установлен только для сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах. Все за и против. Депутаты окружного собрания обсудили федеральный закон, касающийся вопросов назначения и выплаты пенсии. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. За места в собрании депутатов Нинистского округа на предстоящих выборах поборются президент, принцесса и мировой рекордсмен в области терпения и выносливости. И это вовсе не шутка. Кандидатов с такими должностями выдвинула партия добрых дел защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров против насилия над животными. В региональном избиркоме уже подтвердили, несмотря на абсурдность ситуации, все документы у партии в полном порядке. В местном избиркоме горячая парада. Окончание процедуры выдвижения кандидатов депутата регионального собрания осталось несколько дней. В списках всего семь одномандатников и четыре партии. Потенциальные участники выборов не спешат подавать документы. Накануне члены избирательной комиссии рассмотрели заявление о партии добрых дел защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров против насилия над животными. Выдвигаются сразу 15 сторонников. В основном это представители недавно созданной семейно-родовой общины «Лимбия», что в переводе с ненецкого «Орел». Впрочем, внимание организаторов выборов привлекло другое, весьма странные должности кандидатов. Здесь и президент, и принцесса, или вот мировой рекордсмен в области терпения и выносливости. Есть кандидаты, должности которых как минимум странные. Это и принцесса, и мировой рекордсмен в области терпения и выносливости. Смотрел специально единый позиционный справочник должности. Нет такого не существует или аналогичного. Ничего подобного нет. Это очень странно. Сторонники партии на заседание не пришли, поэтому отвечать на неудобные вопросы членов избиркома пришлось уполномоченному представителю добрых дел Сергею Петрову. Мужчина признался, он только начал знакомиться с политикой партии, но необычные должности. Это не шутка. «Как мне объяснил председатель партии, то есть должность президента партии, то, что он вправе сам назначать эти должности. Это нигде не оговорено, как он имеется в виду в законе. Поэтому он решил именно подчеркнуть, имеется в виду Хлебникова Брюса, то, что он там занимается восточными единоборствами, специально такой фамилий, имя ему дали, что он вправе назначить ему такую должность». В качестве доказательства официальная справка с места работы одной из сторонниц партии. На документе черным по белому написано «Утвердить Светлану Тайбарей на должность принцессы семейно-родовой общины. Во втором пункте указаны обязанности». «Установление развития трудственных контактов с представителями дома Романовых и представителями королевских дворов». Президентом добрых дел значится некий Андрей Кириллов из Москвы. В 1998-м мужчину осудили по статье «Мошенничество». Несмотря на его прошлое и в целом сомнительность ситуации с должностями сторонников, избирком все же принял документы партии. Специалисты подтвердили, они в полном порядке. Следующий этап для всех, кто уже выдвинул кандидатов на предстоящие выборы – открытие банковского счета и сбор подписей от потенциальных избирателей. «Тем, кому не требуется сбора подписей, для них эта процедура гораздо проще. Те партии, которые выдвинутся, но им необходимо будет собрать в поддержку свое выдвижение подписи избирателей, соответственно, им необходимо будет изготовить подписные листы, собрать подписи избирателей и представить их для проверки. И после этого уже у комиссии будет 10 дней для принятия решения о регистрации либо мотивированного отказа в регистрации той или иной партии, либо кандидата». Что касается выборов, то Ненинский округ уже готов к единому дню голосования. 9 сентября гражданам, в частности, предстоит выбрать депутатов в региональное ЗАГС собрание и муниципальное образование. Борьба развернется и между кандидатами, которые баллотируются на должность глав сельсоветов. А вот губернатора субъекты выбирать теперь будут не жители. Новый созыв собрания депутатов. На днях «Единая Россия» назвала именно трех кандидатов. Это Александр Цибульский и лидеры праймерис Михаил Кисляков и Александр Чурсанов. В соответствии с новой схемой партии должны предложить главе Архангельской области свои кандидатуры. В свою очередь губернатор по морю отберет из них не менее пяти человек и передаст этот список президенту России. «Глава государства из предложенных кандидатур отберет три кандидатуры и внесет в собрание депутатов Ненинского автономного округа. Из числа внесенных кандидатур окруженными парламентариями уже нового 28-го созыва предстоит выбрать губернатора региона». Имя нового губернатора Ненинского округа станет известно уже после единого дня голосования на первой сессии собрания депутатов нового созыва. Вероятнее всего она состоится в октябре. Олег Хатанзейский, Мария Владимирова, Надежда Качегова, Антон Водряков и Сергей Качегов. Телеканал «Север». Между тем депутаты окружного собрания нынешнего созыва провели сегодня последнюю сессию. В повестку дня заключительного мероприятия внесли 29 вопросов. Некоторые из них касались социального блока. Так депутаты приняли изменения в закон Ненинского округа о здравоохранении и мерах поддержки семей, имеющих детей. Изменения в социальные законы Ненинского округа инициированы главой региона Александром Цибульским. Многие из них основаны на обращениях граждан. Так, в региональный закон о здравоохранении внесены изменения, устанавливающие меру социальной поддержки граждан, которые нуждаются в специализированной медицинской помощи методом гемодиализа. Теперь жителям округа, получающим данные о лечении за пределами региона, будут ежемесячно компенсировать траты, понесенные за наем жилья в Архангельской области. В настоящее время на территории Ненинского округа отсутствует возможность оказания медицинской помощи методом гемодиализа граждан, которые нуждаются в данном виде помощи. Данная процедура является жизненно необходимой. Срок проведения в зависимости от состояния пациента от трех раз в неделю до ежедневно. Проектам предлагают установить расходные обязательства на предоставление данной меры поддержки. При этом порядок, условий и размер компенсации за наем живых помещений будет устанавливаться в администрации Нескокотономного округа. Как отметил Сергей Свиридов, гражданину будет выплачиваться компенсация в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 тысяч рублей. Еще одна мера социальной поддержки позволит жителям сельских поселений бесплатно добираться авиатранспортом в окружную столицу для получения медицинской помощи по направлению. Сейчас данная мера предоставляется в виде компенсации. Также в закон округа внесли изменения, касающиеся обеспечения бесплатными медицинскими препаратами отдельных категорий граждан. Речь идет о детях в возрасте до 7 лет, включительно из многодетных семей, имеющих удостоверение многодетной семье. Норму выдачи удостоверения также приняли на сессии. Удостоверение выдается семьям, имеющим на воспитании трех и более детей, в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет, включительно, не состоящих в браке, совместно проживающих с родителями, либо обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего или высшего профессионального образования, либо проходящих военную службу по призыву. Указанное удостоверение, помимо прочего, позволит многодетным семьям воспользоваться льготами при посещении музеев, цирков и других учреждений, расположенных за пределами региона. Впрочем, у многодетных семей Нейнского округа, благодаря принятым изменениям в закон, появилась и возможность использовать средства регионального материнского капитала по расширенному перечню. В настоящее время предусмотрена возможность оплаты за счет средств материнского капитала только специализированной и высокотехнологической медицинской помощи. Также получение ребенком, детьми санаторно-курортного лечения и реабилитационного лечения. Улучшение жилищных условий, в том числе в виде использования средств материнского капитала на проведение ремонта жилого помещения, находящегося не только в собственности членов семьи, но и в пользовании по договору социального найма. Все изменения в региональные законы и на сессии были приняты в первом и втором окончательном чтениях. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Депутаты окружного собрания приняли четвертые в этом году изменения в бюджет. Они обусловлены поступлением в региональную казну федеральных трансфертов и штрафов, а также необходимости увеличения расходов на дорожную деятельность и перераспределения сэкономленных средств на другие расходы. Доходы казны Ненецкого округа увеличились на 81 миллион рублей. Поступившие деньги – доходы от денежных взысканий. Речь идет о неиспользованных бюджетных инвестициях, предоставленных обществу мясопродукты на приобретение холодильника емкостью 500 тонн. Между тем, статья расходов превышает поступившие доходы на 108 миллионов. Львиная доля – почти 89,5 миллионов рублей – будет перечислена в виде субсидий на Ринмар-Доремстрою на покупку спецтехники и восстановление платежеспособности. «Поскольку округ является собственником данного предприятия, предоставление субсидий не противоречит законодательству. Тем не менее, хочу отметить, что в июне 2017 года ГУПНАУ на Ринмар-Доремстрою на эти же цели было уже выделено 100 миллионов рублей. Однако платежеспособность предприятия не восстановлена, а значит и цели, на которые были выделены средства, не достигнуты». В этот раз целью недопущения неэффективного использования бюджетных средств предприятию совместно с профильным департаментом рекомендовано разработать реальный план восстановления платежеспособности предприятия, его сроки и установить постоянный контроль за достижением плановых показателей. Кроме этого, из бюджета выделены средства на корректировку проектной документации, достройку здания молодежного центра, разработку градостроительной документации, субсидии местным бюджетам для софинансирования работ по переустройству выгребных ям на систему водоотведения. С установкой железобетонных колодцев и септиков. И другие цели. Субъекты малого и среднего бизнеса на селе получат льготы по оплате электроэнергии. Соответствующее решение согласовали окружные депутаты. По данным ресурсоснабжающих предприятий, в 2017 году в перечень потребителей электроэнергии в сельских населенных пунктах округа, отвечающих признакам субъектов малого и среднего предпринимательства, вошли 75 организаций и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время льготный тариф установлен только для сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах. Остальные организации, в частности относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, работающие на селе, потребляют электрическую энергию по высоким тарифам, что ухудшает их финансово-экономическое состояние. По словам депутата Натальи Кордаковой, которая представила законопроект, тарифы для прочих потребителей на сегодняшний день составляют 38 рублей 60 копеек, в то же время для сельхозпроизводителей 15 рублей за киловатт. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить вас за то, что вы поддержали архиважный закон для предпринимательского сообщества, осуществляющий деятельность сельских населенных пунктов по снабжению тарифов по электроэнергии. Особенные слова благодарности вам, Александр Витальевич, что вы несколько лет уже не могли решить этот вопрос. И сегодня, с 1 января 2019 года, тариф на электроэнергию для всех прочих потребителей, практически всех прочих потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, будет снижен с 38 рублей 60 копеек до 15 рублей. И я считаю, что этот факт даст новый импульс для развития наших сельских поселений. Льготные тарифы по оплате электроэнергии будут применяться с 1 января 2019 года. На этой же сессии парламентарии рассмотрели ряд законодательных инициатив. Пожалуй, одна из главных касается поддержки проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам назначения и выплаты пенсии. Как отметил заместитель председателя окружного собрания депутатов Александр Лутовинов, у парламентариев есть понимание об основанности принятия мер по сбалансированию и совершенствованию пенсионной системы с целью обеспечения устойчивого роста пенсии выше инфляции. Нам необходимо в своей практической деятельности подготовить предложение нормативно-правовые акты в особенности в отношении тех регионов, которые находятся в арктической зоне, которые могли бы быть направлены на повышение продолжительности жизни, качества жизни граждан. Речь идет прежде всего о лицах пожилого возраста, обеспечению занятости работников старших возрастов, молодежи, обеспечению полноценного финансирования на страховых принципах досрочных пенсий для лиц, занятых вредным, опасным и интенсивным трудом. Предлагаю также поддержать данный законопроект. Депутат окружного собрания Александр Саблин отметил, что положение данного законопроекта должно было стать предметом широкого общественного обсуждения, но в округе этого не произошло. Вновь и группа депутатов предлагалось утвердить на текущей сессии отзывы на данный законопроект, который указывался на конкретные пункты, в связи с которыми в таком виде проект федерального закона не может быть нами поддержан. Предлагалось также принять обращение к представителю Государственной Думы о невозможности его принятия. Не согласен с повышением пенсионного возраста и Андрей Смыченков. Как представитель партии ЛДПР он намерен голосовать против предлагаемых изменений. Глубоко убежден, что для повышения пенсионного возраста в России нет никаких оснований. А проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем. Дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество работающих граждан находится в так называемой серой зоне. А их зарплаты работодателями не платят страховые взносы пенсионных фонда. По словам Даниила Исполинова, ближайшие 10 лет количество работающих граждан будет неуклонно снижаться. Изменения в пенсионное законодательство назрели, убежден депутат. Если этот закон в принципе не заниматься в России, то эта проблема назреет и уже через 4-5 лет будут вопросы другого порядка, где собственно взять средства на индексирование пенсии и может быть даже в принципе на их выплаты. Поэтому я считаю, что в той поправке мы должны принять решение, что мы поддерживаем, концептуально повторюсь, поддерживаем закон, но вносим свои предложения касающиеся нашего севера. Наталья Кордакова также предложила поддержать концептуально представленный законопроект, отметив, что любая реформа всегда вызывает неоднозначную реакцию. В то же время, по словам парламентария, в данном законопроекте предусмотрены категории граждан, которым возраст выхода на пенсию не увеличивается. Это работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, непосредственно в полевых условиях, на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, в летном составе гражданской авиации, трактористов, машинистов в сельском хозяйстве, водителей автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах, спасателей, женщинам, родивших двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера, либо в приравных местностях, постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и в приравных местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников, промысловиков. То есть, я хочу сказать, что мы не должны однобоко рассматривать данный законопроект. В завершение обсуждения законопроект был вынесен на голосование. Вставлено голосование о поддержке проекта федерального закона номер 489.161.7 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, внесенные правительством Российской Федерации, подчеркиваю, с учетом специфики регионов, расположенных в районах Крайнего Севера, в том числе особого влияния климата на качество и продолжительность жизни населения. Так будет в случае положительного принятия решения, написано в постановлении. Кто за поддержку данного проекта федерального закона, прошу голосовать, то за. Таким образом, большинством депутатов проект федерального закона был поддержан с обязательной поправкой на специфику региона. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». И на этом пока все. Далее смотрите прогноз погоды.